Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча сообщил, что организация внимательно следит за ситуацией на кыргызско-таджикской границе и приветствует достигнутые обеими сторонами договоренности о прекращении огня. Он также выразил готовность оказать помощь пострадавшим в конфликте в рамках фонда «Миростроительство ООН». В ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым министр иностранных дел Руслан Казакбаев заявил, что Россия, как надежный партнер страны, отслеживает ситуацию на кыргызско-таджикской границе и предпринимает шаги по урегулированию конфликта. Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что Кремль готов оказать посильную поддержку для дальнейшей стабилизации ситуации и помочь пострадавшим. Бывший посол Турции в Кыргызстане Митин Кылыч разместил на своей странице Facebook фотографию, где он сам изображен на фоне кыргызского флага. Фото он снабдил рамкой с надписью «Мой Баткен». Тем самым господин Кылыч выразил свою поддержку официальному бишкеку. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил обеспокоенность ситуации на кыргызско-таджикской границе. Он переговорил с президентом Садыром Джапаровым по телефону. Информация об этом была опубликована на официальном сайте узбекского лидера. Президент Казахстана Касым Джомар Токаев в телефонном разговоре с Садыром Джапаровым подчеркнул важность урегулирования приграничного конфликта мирным путем в духе добрососедства, партнерства и братства. Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт выразил соболезнования Кыргызстану в связи с кровавыми событиями в Баткене. В его посте в Твиттере сообщается, что он разделяет чувство скорби с кыргызским народом и выражает соболезнования от имени королевы Великобритании и британского правительства. Руководители и представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Бишкеке, выражают соболезнования Министерству иностранных дел дипломатическим и консульским представительствам Кыргызстана за рубежом по случаю дня траура 1-2 мая. События последних дней показали, что свободолюбивый народ Кыргызстана стоит на пути демократии и продолжит развиваться, соблюдая принципы верховенства закона, который защищает и уважает права человека. В Баткенском инциденте Кыргызстан не нарушил международные договоры и общепризнанные принципы международного права. Я думаю, что таджикский народ с древнейших времен, мы рядом, богом данные соседи, таджикского народа, я не думаю, есть негативные отношения к Кыргызстану, к Кыргызскому народу, к Кыргызстанцам. Поэтому я думаю, что этот конфликт, благодаря выдержанности политической дальнозоркости нашего руководства, этот очень тяжелый для нашего народа, для психологического состояния, она будет преодолена. И мы сделаем выводы из этого урока. При этом Кыргызская сторона сохраняет преемственность в развитии дружественных отношений со своими зарубежными партнерами. В защите прав инвесторов и обеспечении безопасности иностранных граждан, проживающих в Кыргызстане. Это было прямое вторжение армейских сил Таджикистана. Это попытка Таджикистана решить наши пограничные вопросы силовым путем. Хотя они много заявляли, что надо решать все мирным путем, дипломатическим, но на практике оказалось другое. Это просто испытание на прочность кыргызской государственности и существующие силы нашей власти. Мы должны принять все меры, чтобы у таджиков не создалось никаких иллюзий, что возможность решения силовым путем. Народ Кыргызстана в эти дни благодарит все международное сообщество, своих друзей, соседей, стратегических партнеров и международной организации. За их поддержку в эти трудные для страны и народа дни. Елена Ткаченко, Аджана Молдошева, Чингс Джумагула, ПАЛАТО, 24.